Во втором классе подарили мне фотку. Вы учились где? Я сам учитель. Я сам учащийся в семье. Я же из деревни. Кто меня может учить? Да дом Жур, я тебя умоляю, не смеши, моя тапочка. Лев Борисович, а как вы попали на мост? Вы художники, а вы фотограф. Непонятно, как вы тебя прорвались? Я туда никогда не прорвался. Я просто 40 лет снимаю художников по одной простой причине. Я бы в жизни этих подлецов не снимал, что я эти умоляю. Я и начал снимать только по одной простой причине. Я просто возмущенный, поскольку я обожаю искусство изобретения. Я только был возмущен, что какому-нибудь секуху 13-летнюю, 15-летнюю афишу по всему городу расплеена, которая два раза пукнула микрофон. А художник, который там мэтр, висят картины, висят выставки, а его лицо никто не знает. Я стал снимать. Практически в России я первый раз стал смотреть художников. Притом так много, серьезно, полномеренно. В 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е, все годы. А сколько ваших учеников сейчас пришло в союз художников? Ну, Паша, это не принципиально же. Ну, так, в общем-то. Ну, человек 40, наверное. Мы все же профессиональные. Это же команда. Команда. Вот все, первый ряд. Раз, два. Ребята, вот Вадим сказал, кто-то должен сказать, реально? Вот, Юр, ты скажешь, ты видел, Юру вот в этом, во втором, во второй книге, в Юру великолепный текст про меня, Юрий Крохин. А купил, купился я на его первую книжку, отмысленный, знакомились, про Иосиф и Мельче Молдочтамма. И вот, рассказывай, а я это.